МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа О чём молчит время. И сегодня, как и обычно, мы постараемся доказать вам, что мир вокруг гораздо интереснее, чем нам кажется. Мы вновь отправились в путешествие по Рязанской области и преодолели порядка 400 километров. Всё ради того, чтобы перенестись в прошлое и рассказать вам очередную удивительную историю. Бескрайние просторы и захватывающие дух пейзажи, заброшенные поместья и полуразрушенные церкви. Всем этим богата Рязанская земля. И сегодня наш путь лежит в Сасовский район. Здесь мы нашли сразу несколько памятников архитектуры, с которыми связаны немало интересных фактов. Первым пунктом остановки в нашем маршруте значится село Каргашино. На первый взгляд ничего примечательного. Но буквально в нескольких метрах от дороги за сельским магазином нас поджидало настоящее чудо. Удивительный по своей архитектуре усадебный комплекс. Точнее то, что от него осталось. Руины некогда великолепного поместья сегодня скрывают заросли деревьев и кустарника. А в далёком XIX веке здесь всё было совсем иначе. Даже село это входило в состав не Рязанской, а Тамбовской губернии. По документам, усадьба в селе Каргашино значится с XVIII века. Однако постройку именно этого усадебного комплекса относят к первой половине века XIX. Ну а связывают эти места прежде всего с именем Владимира фон дер Лауница, который оставил весьма заметный след в истории. Причём не только в истории этих мест, но и в истории России. Владимир Фёдорович фон Лауниц фигура трагическая в русской истории. И судьба его, на мой взгляд, более чем поучительна. Выходец из дворян, потомственный военный, служил его отец. Он тоже избрал для себя военную карьеру, причём побывал на русско-турецкой войне. То есть это боевой офицер, не просто человек погоны носил. Но затем, женившись, уходит в отставку. Что там послужило причиной для отставки? Казалось бы, блестящий военный хорошо начал. Неважно. Значит, ушёл в отставку. Поселились они с супругой в её имении, в родовом, в Харьковской губернии. А женат он был на представительнице аристократической фамилии Марии Александровне Трубецкой. Владимир Фёдорович активно занимался общественной работой. Он избирался председателем дворянского собрания Харьковской губернии, затем занимал пост архангельского вице-губернатора, ну а после вернулся на родину, в Тамбовскую губернию, где он родился в селе Каргашино. И здесь на протяжении трёх лет он занимал пост губернатора. Начало 20 века в истории России было временем весьма неспокойным. По всей стране полыхали крестьянские восстания, и губернаторам приходилось не сладко. Ведь именно они, как первые лица губернии, должны были каким-то образом урегулировать эту ситуацию. И если в соседней Саратовской губернии Пётр Столыпин пытался сделать это путём переговоров с крестьянами, то Владимир фон дер Лаунец действовал весьма жёстко. Он жёстко подавил эти восстания. Но в результате, что называется, ответная пуля прилетела в него, поскольку оставила себе очень нелицеприятное впечатление у прогрессивно настроенной молодёжи, у революционных демократов и так далее. И в конце концов, когда он уходит с поста губернатора Тамбовского и занимает пост петербургского градоначальника, то его фигура становится у социалистов-революционеров, у их террористической организации, одной из знаковых. И в конце концов, в общем-то, на него было совершено, по разным оценкам, до 15 покушений. И в конце концов террористы сделали своё дело. Вызвался исполнителем и горячо отстаивал своё право на убийство сын сельского священника из Тамбовской губернии Евгений Кравченко. Он был свидетелем того, что творилось при губернаторстве фон дер Лауница и, видимо, считал себя вправе совершить подобное преступление. Конечно, нельзя оправдывать подобные террористические методы, но, по сути, Владимир фон дер Лауниц сам предопределил свою судьбу. Помимо Владимира фон дер Лауница, насильственную смерть приняли ещё несколько членов его семьи, в том числе жена и двое сыновей. Самого же Владимира Фёдоровича похоронили в родном селе Каргашино. Говорят, что император Николай II, который всячески старался облагодетельствовать семью фон дер Лауница, специально к его похоронам заказал хрустальный гроб, в котором и похоронен градоначальник. Однако судьба его захоронения тоже оказалась довольно драматична. В 1921 году его могила была разорена. Хрустальный гроб разбили, деревянные якобы комиссары отдали прачкам, чтобы те использовали его доски при стирке белья. Но сапоги градоначальника сняли с его останков и натянули на себя вандалы. Вот такая абсолютно беспредельная по своему варварству история, но, по всей видимости, характерная для того времени. Сегодня сложно сказать, находятся ли здесь останки Владимира Фёдоровича. Но большой чёрный гранитный крест стоит. И, по всей видимости, местные жители не забывают приносить сюда цветы. Ещё одно напоминание о Владимире фон дер Лаунице. Двухэтажная школа, которую он некогда построил и которая по сей день используется по назначению. Ну и, конечно же, напоминать об этой фамилии будут грандиозные постройки, входящие в усадебный комплекс. Во всяком случае, до тех пор, пока они окончательно не разрушатся. Справедливости ради стоит отметить, что к постройке этого поместья Владимир Фёдорович отношения не имеет. По всей видимости, принадлежало оно его деду по линии матери. Впоследствии досталось его отцу, а уж потом перешло к Владимиру. Это был огромный комплекс, в который помимо усадебного дома входили флигели, амбары, склады и, конечно же, конный двор. Этот удивительный архитектурный ансамбль можно было бы назвать Рязанским Царицыно. Архитектор, фамилия которого, кстати, до сих пор неизвестна, явно подражал и Баженову, и Казакову. Однако о былом величии этого усадебного комплекса сегодня мало что напоминает. Когда мы только собирались сюда ехать, мы, конечно же, знали, что усадьба заброшена и разрушается. Однако даже не представляли, что она находится в столь плачевном состоянии. Когда-то здесь были разбиты пейзажные регулярные парки, которые наверняка украшали различные статуи и беседки. Но всё это не дошло до наших дней. Сегодня лучше всего сохранился архитектурный ансамбль конного двора. Правда, искали мы его довольно долго, так как находится он на некотором расстоянии от главного дома. Зато за поиски были вознаграждены. Перед нами предстало величественное здание с белокаменным декором, которое на главном доме из-за деревьев почти не виден. Более того, мы смогли зайти внутрь и ознакомиться с планировкой. В справедливости ради стоит отметить, что такие путешествия могут быть опасны для жизни. Того и гляди, сверху упадёт какой-нибудь кирпич. Однако любопытство берёт вверх, ведь здесь, в прямом смысле этого слова, можно прикоснуться к истории. К сожалению, сегодня сложно сказать, каким образом использовались все эти помещения. Остаётся только фантазировать. В таких местах почему-то сразу просыпается моя буйная фантазия. Вот увидела железные крюки и сразу представила, как к ним подвешивали провинившихся крестьян и наказывали их плетью. Хотя, если учитывать то, что это была всего лишь конюшня, я думаю, всё было гораздо прозаичнее. Конечно, если бы отреставрировать этот усадебный комплекс или хотя бы привести его в относительный порядок, он наверняка заинтересовал бы туристов. Хотя даже в таком виде он вошёл в одну из авторских экскурсий проекта «Я вам покажу». Да и те, кто некогда рос здесь, не забывают эти места и знакомят с ними своих детей. У меня здесь бабушка с дедушкой живут. Я практически всё лето, все каникулы проводила здесь, в этой деревне. Мы маленькими бегали здесь, смотрели эти развалины. Очень интересно. Я помню, что мне было когда лет, может, 10-11, приезжала внучка Владимира Фёдоровича, фантылауница, Светлана Блюга. Если не ошибаюсь, её зовут, из Бельгии. Вот я помню встречу с ней. Она писала книгу о своём дедушке, получается, и вот фотографировалась с местными жителями. Вот я искала эту книгу, хотела тоже посмотреть, думала, что я там тоже есть на снимках, но не находила. На детей руины поместья производят особенное впечатление. Здесь вспоминаются сказки о королях и королевах, доблестных рыцарях и их храбрых подвигах. Хотя нет, не только у детей возникают такие фантазии. Взрослых этот некогда величественный архитектурный комплекс впечатляет ничуть не меньше. Следующий населённый пункт, который вошёл в наш маршрут, — село Нестерова. По Песцовым книгам оно известно ещё с конца XVII века. Также известно, что тогда оно являлось вочиной боярина Григория Гавриловича Пушкина, предка великого поэта. Но наше внимание привлёк не этот факт, а невероятной красоты храм Дмитрия Солонского, который находится в селе Нестерова. Сразу в глаза бросается его довольно необычная конструкция. Он состоит из двух частей — нижнего и верхнего храма. К последнему ведёт длинные лестницы, расположенные на трёх арках, в которых, скорее всего, раньше располагались торговые лавки. Ещё одна интересная особенность — по периметру храма частично сохранились гульбище, а внутри кое-где можно увидеть росписи. По всей видимости, датируются они началом XX века, так как целая стена посвящена Серафиму Саровскому, который был канонизирован в 1903 году. Интересен этот храм ещё и с точки зрения не совсем ясной даты его постройки. Самое полное исследование по этому вопросу, как это ни странно, проведено блогерами. И они называют шесть дат возможного основания храма. Причём разнятся они более чем на сто лет, начиная с 1707 года и заканчивая 1829. Причём 1707 они считают наименее вероятной датой постройки храма. И в то же время, согласно историко-статистическому описанию Тамбовской епархии за 1911 год, именно 1707 является годом основания этого храма. Косвенным подтверждением этой даты является стоящий рядом монументальный зимний храм. Построен, как считается и подтверждается несколькими косвенными источниками, во время крупномасштабного ремонта основного храма. То есть, если бы храм был построен позже, он бы не нуждался к 19 веку в крупномасштабном ремонте настолько, чтобы рядом построить отдельный зимний храм, в котором долгое время проводились службы. Этот храм на сегодняшний день является действующим, и его вполне хватает для нужд небольшого прихода. Так что вряд ли древний храмовый комплекс в селе Нестерова будут восстанавливать. А жаль, даже полуразрушенный он не потерял своей красоты и своего величия. А вот совсем недалеко от Нестерова, в селе Пет, местные жители приняли решение, пусть даже и своими силами, но восстановить Веденский храм. Действительно, он невероятно красив, и история с ним связана удивительная. Ее нам рассказала Анастасия Фазлеева, секретарь комиссии по строительству, реставрации и сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия Касимовской епархии. По ее словам, в середине 19 века на подъеме патриотической волны в России задались вопросом, какая же храмовая архитектура является исконной для нашей страны. Именно тогда стали появляться храмы, воссоздающие романтизированный облик древнерусской архитектуры. Позже, в конце 19 века, вспомнили о том, что православие пришло к нам из Византии. Тогда стали строиться копии византийских церквей. Дальше, в начале 20 века, пришли уже художники осмыслять накопленный материал. И пришли к выводу, что по большому счету, да, традиции наследия предков надо учитывать, но необходимо их перерабатывать и перерабатывать декоративно. И появилось некое переосмысление традиционных храмовых тенденций, вот уже и русских, и византийских, и с влиянием некоторым модерна, и в пропорциях, и в оформлении. И появляется ряд достаточно необычных памятников, ярко выраженных, например, в северном модерне, и в очень похожем на северный модерн, храме в селе Пёт, в Веденском храме, который был построен как раз в рамках этой тенденции, но в Рязанской глубинке, и, кстати, питерские, петербургские архитекторы-исследователи, которые занимаются северным модерном, с интересом отмечают этот факт и очень удивляются, потому что храм-то стилистически относится прямо напрямую к северной школе храмового зодчества начала 20 века. Долгое время не было известно имя архитектора Веденского храма в селе Пёт. Однако не так давно выяснилось, что им был тамбовский гражданский архитектор по фамилии Малокин. Известно это стало благодаря кандидату архитектурных наук Ирине Позняковой. Именно она обнаружила в Тамбовском государственном архиве дело о строительстве храма с эскизными проектами, выполненными белыми чернилами на синей бумаге. К нему была приложена пояснительная записка самого инженера, написанная зелеными чернилами. Вот такое разноцветное дело о строительстве. Что такое большой и передовой по технологиям того времени собор делает в Рязанской глубинке? Вот, пожалуй, одна из главных загадок. Предположительной причиной постройки этого грандиозного храма сегодня считается 300-летие дома Романовых. Возможно, именно в честь этого события и был возведен Веденский храм. Вот такие удивительные истории и занимательные факты хранит Рязанская земля. Ну а на этом наша поездка и, соответственно, наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через месяц в новых увлекательных путешествиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова